Всем привет! Это Хедлайнер, обзор самых важных событий из мира культуры, искусства, шоу-бизнеса и не только. Сегодня вы узнаете. Ничья, но зато какая! Футбольный клуб «Астана» сыграл с мадридским «Атлетико». Антикризисная песня от Серика Ибрагимова и группы «Лошин». Талантливые девушки из Казахстана покоряют зарубежье. Предыдущий поединок «Атлетико-Астана» завершился в пользу испанской команды. Но в этот раз на домашнем матче наши футболисты не оставили гостям ни единого шанса. Сенсация в мире казахстанского футбола. В четвертом туре Лиги чемпионов столичная команда «Астана» сыграла в ничью с испанским «Атлетико» со счетом 0-0. Нашим спортсменам удалось отразить атаки соперников почти в каждой игровой ситуации. Атмосфера на стадионе «Астана-Арена» создавала отличный эмоциональный фон для захватывающей игры. Среди многочисленных болельщиков были замечены многие казахстанские знаменитости. А олимпийский чемпион Илья Ильин даже поделился своими впечатлениями в своем инстаграме. «Всем доброе утро! Не знаю, как вам, но я считаю вчерашний матч «Астаны» с «Атлетико» победой». По словам тренера «Астаны» Станимира Стойлова, наша команда дала борьбе все силы. А вот наставник «Атлетико» Диего Симеоне остался не слишком довольным действиями своих подопечных. Кстати, сразу после сенсационного матча в мировой сети можно было посмотреть пародию на обоих наставников. Ничья с испанцами принесла «Астане» второе очко в Лиге чемпионов и хороший настрой перед следующим матчем. Женья Шеребжанова – хедлайнер. Как все успеть? На этот вопрос может ответить разносторонняя личность, которой удается совмещать разные деятельности. Карина Сарсенова делится секретами тайм-менеджмента. Литературно-музыкальный вечер поэтессы и продюсера Карины Сарсеновой – это еще один вклад в развитие культуры. Помимо своей активной деятельности в профессиональной сфере она успевает быть прекрасной матерью и женой. Как совместить столько ипостаси, расскажет она сама. На самом деле это совсем не сложно, если у тебя внимательный, любящий, понимающий супруг или супруга, соответственно, и если есть верные, добропорядочные помощники. Мне в этом плане очень повезло, потому что супруг у меня демонстрирует полностью понимание меня, я понимание его. А тот самый понимающий супруг Сарсеновой – актер и успешный бизнесмен Марка Ауджелла. Глядя на эту пару, начинаешь понимать, какими должны быть отношения в семье. А секрет идиллии прост как перст. Для кого-то это лирика, для кого-то это романтика, для кого-то это поэзия, литература. Это просто жизнь двух людей, которые хотят максимальное количество времени проводить вместе. У нас нет больше людей, с которыми нам было бы настолько интересно общаться и жить, или гуляться, или идти. Поэтому нам повезло. Во время творческой встречи студенты и преподавательский состав Казахского национального университета имени Альфа-Раби с большим интересом задавали вопросы. Некоторые даже читали стихи собственного сочинения и старались поближе познакомиться с автором. У вас есть книга «Жизнь для тебя». Есть ли там определенный персонаж? Сегодня вечер мне очень понравился, потому что сегодня мы получили возможность встретиться с ней, задать ей вопросы. То есть получили ответы на разные интересующие нас вопросы. Во время мероприятия подопечные продюсера Карины Сарсеновой радовали присутствующих своими выступлениями и красивыми песнями. Одним словом, очередная творческая встреча принесла массу впечатлений всем участникам. Нелли Ергалиева, Тимур Бошаев, хедлайнер. Подопечные Баян Есентаева и Алтымбека Рахметова решили записать дуэтную композицию. А на днях они сняли клип, который продюсеры почему-то прозвали антикризисным. Вдохновение бывает разным. Кого-то интересует страсть и любовь других путешествия. А вот самый позитивный музыкант нашей эстрады Серик Ибрагимов и воздушные, как сладкая вата, участницы группы «Лошин» решили снять легкий и веселый клип на кавер-версию известной молдавской песни. Мы с Баян пришли к мнению, что это должна быть антикризисная песня. Какая бы погода в жизни, в мире, в душе, в экономике не была, вы пойте с нами вместе эту песню и вам будет хорошо. Как известно, съемки клипа – трудоемкий процесс. Помимо главных героев экрана, в нем участвуют операторы, гримеры, стилисты и декораторы. А дирижером на площадке является режиссер. У казахов есть пословица – предсвадебные хлопоты интереснее самого торжества. Когда мы только планировали сюжет, нам было сложно, а теперь все идет как по маслу. Участники съемочной команды решили украсить видео яркими образами девушек и тем самым добавить задорного настроения песни. Стилисты постарались на славу. Сочетание, на первый взгляд, совершенно разных образов ломает логику и не дает скучать. Именно этот главный образ у нас такой игристый немного получился. Мы смешали такую классику девочек паиньких с такими оторвами. То есть, если посмотреть, это опять же курточки наши джинсовые, поп-арт такой небольшой. Жизнерадостное видео ярких представителей отечественного шоу-бизнеса получилось и впрямь антикризисным. Червячок с заразительной мелодией легко проникнет мозг и еще долго будет преследовать зрителей, заражая позитивом. Карлы Гашабуова, Тимур Нугманов, хедлайнер. Молодые и талантливые девушки из Казахстана покоряют зарубежье. Яркий пример тому певица Тамаша Орманбаева. Девушка записала песни, автором которых является популярная румынская группа Fly Project. А вот бывшая артистка театра оперы и балета имени Абая Ева Шиянова успешно выступила на шоу-талантов в Грузии. Начинающая казахстанская певица и участница шоу «Хочу Виагру» Тамаша Орманбаева ныне выступает под псевдонимом Томика. Недавно она записала две песни на студии известной румынской группы Fly Project. Хотим напомнить, это та самая команда, из которой вышел всемирно известный диджей Маранди. Кроме того, именно Fly Project подарили нам такие хиты, как «Тока-тока» и «Мьюзика». Музыкантам настолько понравилась Томика и ее творчество, что они нашли время и прилетели в Астану, дабы поделиться своим опытом с начинающей артисткой. А вот наша землячка Ева Шиянова вызвала настоящее оживление на шоу-талантов в Грузии. Девушка настолько поразила жюри и зрителей своим пылким и завораживающим танцем, что они аплодировали ей стоя. Поэтому неудивительно, что очаровательная блондинка прошла в полуфинальный этап. Стоит отметить, что танцовщица является абсолютной чемпионкой по стрип-пластике. Также у нее есть опыт участия в украинском проекте «Танцуют все», по итогам которого Шиянова вошла в топ-40 лучших танцоров СНГ. А не так давно Ева приняла участие в шоу-талантов в Румынии и дошла до полуфинала. Там ее яркий номер тоже вызвал фурор. Жанар Тургумбаева – хедлайнер. Сильная половина человечества не отстает от женщин и тоже хочет выглядеть на миллион. Новый ролик из серии «100 лет красоты» показывает, как изменили стандарты мужской красоты. Серия вирусных роликов «100 лет красоты» с эволюцией стандартов внешнего вида полюбилась многим. Но то были женщины. Настал черед сильной половины человечества. Ролик с участием американских мужчин активно набирает популярность. Это настоящее пособие по истории Соединенных Штатов. Военные годы, эпоха рок-н-ролла, бунт хиппи, появление фондового рынка, популярность группы Нирвана и мода на метросексуалов – все это породило определенные тенденции. Авторы признали, что черпали вдохновение из винтажной рекламы средств для бритья, культовых фильмов и, конечно же, в имидже популярных музыкантов своего времени. Ролик приурочен к благотворительной акции «Мовембер». По аналогии с октябрьской инициативой борьбы против рака груди, ежегодно в ноябре парни по всему миру отращивают усы, привлекая внимание к вопросам мужского здоровья. К слову, в проекте не использовались накладные парики. Поэтому кадры снимались совсем не в том порядке, в каком они предстали в итоговой работе. Женя Шаребжанова – хедлайнер. Оригинальный мир теней, где оживают силуэты и картины с сюжетами древних легенд. В Алматы открылась выставка «История Великого Шелкового Пути». Наши журналисты попытались разгадать тайны Поднебесной. Китай – родина великих открытий, самобытная и загадочная страна. Центральный государственный музей совместно с Сианским музеем открыли выставку, где можно полюбоваться наследием китайской культуры. Искусно сделанные куклы и картины, созданные в период правления династии Мин и Цин, отражают историю Великого Шелкового Пути. Театр теней появился в Азии свыше 1700 лет назад. Лишь мистические силуэты, ничего постороннего, мир, где многое нужно вообразить самому зрителю. В этом виде визуального искусства своя особая эстетика. Специфика и тема представлений разнообразны в зависимости от традиции. Ажурные марионетки из тончайшей кожи, бумаги или картона двигаются с помощью бамбуковых палочек. Технология спектакля не изменилась и сегодня. Представление сопровождается инструментальной музыкой или пением, иногда оперным. Во время политической нестабильности в Китае театр теней несколько растерял свою популярность. Мы очень рады, что сегодня можем продемонстрировать все это богатство и в Казахстане. В Китае живопись никогда не основывалась на математических построениях, как, например, греческий канон или современная абстракция. Работы написаны принципиально иным художественным языком. Картины в световых коробах также представлены на выставке под названием «История Великого Шелкового Пути. Театр теней провинции Шэньси». Пересказывают нам сюжеты легенд периода Великого Шелкового Пути. Одна картина – одна история. Здесь, например, изображен император Циньши Хуанди со своими воинами. Он первым создал китайское государство. На второй картине – Ван Чао Цзунь, которая считается одной из четырех великих красавиц древнего Китая. Полюбоваться тонкими линиями и интересными историями в шедеврах древних китайских мастеров можно будет до 23 декабря. Жения Шеребжанова, Тимур Бошаев, Хедлайнер. А на этом у нас все. Смотрите Хедлайнер, ведь только с нами вы узнаете о самых интересных новостях. Увидимся совсем скоро, а именно завтра в 20.00. Все это время с вами была Динара Исмаилова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!